Харе Кришна! Я очень рад быть сегодня со всеми вами. Я вижу очень много возвышенных преподавателей, которые работают во многих частях мира и которые собрались сегодня, здесь и сейчас, в Майяпуре, на этой священной земле, которая всегда была традиционным местом для образования. Я поздравляю Министерство образования за это усилие. Я знаю, что это нелегко. Мы уже провели 50 межконтинентальных конференций, и это было не так просто собрать всех здесь. Спасибо за это. Я бы хотел... Я бы хотел начать вот с этой темы, потому что мне кажется, что на текущий момент я посетил уже практически все наши фермы, и совершенно очевидно, что есть насущая необходимость в том, чтобы создавать образовательные программы. Нам действительно этого не хватает, и на следующих четырех слайдах я бы хотел показать вам те возможности, которые, по моему мнению, очень помогут нашему образованию, нашему институту и нашему обществу. Министерство по защите коров и сельскому хозяйству пришло к пониманию, что в дальнейшем будет недостаточно иметь одну гашалу здесь, другую гашалу там, ведь не так много можно достичь с помощью этого. В настоящий момент каждый час убивается в мире 34 тысячи коров. И все наши усилия, которые мы прилагаем в ИСКОН с самого первого дня, когда у нас появилась коровокалия в момент основания нового Вриндауна, до настоящего момента, когда у нас уже около 5000 коров в нашем проекте в ИСКОН. Этих усилий недостаточно для того, чтобы покрыть даже 10 минут из того времени, когда каждый час убиваются коровы. Как многого мы могли бы достичь, если бы мы расширили свои проекты, связанные с гашалами? Совершенно очевидно, что для этого Министерство сельского хозяйства следующим естественным шагом будет связаться с Министерством образования. Нет ничего более естественного, чем делать это в соответствии с Министерством образования. Это совместное усилие, которое должны приложить два министерства. И сегодня мы поговорим об этом перспективном моменте. В каждом обществе, и мы об этом все очень хорошо знаем, потому что у нас только что была презентация в Арнашерме, существует небольшое количество членов, которые находятся на верхушке, которые являются мыслителями, интеллектуалами, которые на самом деле ведут к обществе. Павупады говорит о руководителях общества, это небольшое количество руководителей, которые управляют, это независимые лидеры. Затем идет немного более крупная прослойка общества, предпринимателей, очень активных, и в конце огромное количество людей, которые хотят помогать. Они могут помогать очень хорошо. И это нелегко помогать, потому что каждый хочет быть лидером, боссом, начальником. И когда вы начинаете какой-то проект с волонтерами, скоро вы обнаруживаете, что там уже 10 начальников, и каждый говорит, что делать. Поэтому на самом деле, иметь группу людей, создать такую группу, которая удовлетворяет других, это огромная задача, создать такую группу людей, потому что на них чаще всего смотрят, как на людей, которые занимают более низшее положение, хотя таком и не является, потому что без ног невозможно ничего сделать. И суть того, что я хочу сказать, сегодня состоит в том, что в Искон, к нам применима такая пирамида. Мы браманическое общество, и если кто-то не соответствует нашим требованиям, он автоматически выбывает. Не так ли? Четыре регулирующих принципа, 16 кругов, бритая голова. Сейчас в нашем обществе уже обсуждается, нужно ли одевать хоть или нет. Но по сути, если вы не следуете основной системе, которая у нас есть, вы не являетесь частью этого общества. И вот тут как раз и возникает эта проблема, потому что, будучи головой, руководителями, немногие готовы взять на себя простые задачи. Фермерство, например, в Индии, если вы проведете очень быстрый опрос, вы увидите, какие члены индийского общества, будут готовы заниматься фермерством. Это не так престижно. Поэтому Аджита Прабу из Австралии обратил мое внимание на этот момент, когда он попытался поставить эту пирамиду на ее правильное место, ее правильное положение. И он обратил внимание, что в самом начале Сашила Прабхупада по сути, жил среди людей, которые очень сильно отличались от него. Вторая веню была переполнена людьми с длинными волосами, которые курили, использовали героин, ЛСД и делали остальные вещи. Но они жили с Сашилой Прабхупадой, и то, как Прабхупада с ними обращался, это привело их к очищению. И сегодня как раз и хочу про это поговорить, потому что у нас на самом деле не хватает огромной части общества, потому что у нас нет для них никакой программы. Я перейду на эту сторону, извините, пожалуйста, что я двигаюсь, у меня такая природа, природа ваты, мне надо постоянно двигаться, поэтому я прошу прощения, я постараюсь оставаться на одном месте, за землицем. Итак, Шила Прабхупада дел это, на самом деле он жил среди хиппи, для него это было нормально, и постепенно они очистились и нашли себе какое-то занятие, которое было значимым. Если кто-то подойдет к вам или ко мне и спросит, а чем я могу заниматься помимо воспевания, посещения лекций по Бхагавадгите и принятия просада, какую я деятельность еще могу взять? И ответ будет, у нас не так много деятельности. И что они сделали в Австралии? Они собрали там всех этих обычных людей, защитников окружающей среды, молодежь, свободно мыслящих людей. И есть очень такая особая динамика, и они создали деревню Кришны. И там они смогли научиться, как преподавать йогу, как заниматься садоводством, как работать с коровами, и как осуществлять много разных других видов служения. На них не оказывали никакого давления, чтобы они стали Харе Кришна. они таким образом получили опыт образования. Это небольшой эксперимент, который проводился в Австралии. Но я хотел сказать, что Шиллопроупадо имел в виду нечто особенное. Когда он говорит о наших фермах, он говорит, наша программа жить на фермах, зависит от сельского хозяйства коров. Это связано со следующей презентации, которую увидят. Защита коров и сельское хозяйство это должно стать экономическим решением. Итак, защита коров и сельское хозяйство это должно стать экономическим решением и умиротаренно оставаться в сознании Кришны, воспевать Харе Кришна. Так живут во Вриндаване. Юпта Хара Ви Харайся Юпта Свап Нававодхайся Эта человеческая форма жизни не предназначена для того, чтобы увеличивать искусственные потребности. Мы должны быть удовлетворены, просто поддерживая тело и душу вместе, а свободное время использовать для того, чтобы усиливать наше сознание Кришны, духовное сознание, так, чтобы после того, как мы оставим это тело, нам не пришлось принять другое материальное тело, и мы вернулись назад, обратно домой к Богу. Таков должен быть мотив человеческой жизни. Конечно, многие из вас могут подумать, очень хорошо, Прабу, но это относится к фермам, сейчас у нас другое общество, мы живем в городах, но Шилла Праупада говорит, что мотив вернуться назад домой к Богу должен присутствовать, и фермы являются идеальной средой для этого. Представьте, что вдруг на всех фермах есть эксперты по пчеловодству, эксперты по тому, как тренировать быков, специалисты на том, специалисты, как строить эко-дома, и все эти деятельности могут стать образовательными процессами, человек может получить практическое обучение, и это практическое обучение можно разрекламировать на глобальном форуме, и простая концепция состоит в том, что все наши фермы могут стать базами для того, чтобы получать это дополнительное образование в разных сферах, и каковы же блага от такого проекта. В прошлом году мы презентовали эту программу, некоторые решили последовать этому подходу, и в результате у этих семей, я не буду сейчас говорить о современном образовании, потому что из вас многие будут говорить о том, что оно неэффективно, но простыми словами я бы хотел сказать, если вы будете рассказывать об этой программе, то очень многие люди заинтересуются и захотят приехать в эти места, и автоматически у вас появится целая образовательная программа по всему миру. как практическое применение этой концепции, можно, например, осмотреть Нью-Враджетхаму в Йенгрии, и представители Нью-Враджетхамы были здесь недавно, и они проводили опрос, к какому практическому курсу больше всего люди дают предпочтение, и у них в списке было 10 курсов, пчеловодчество, сельское хозяйство, лесоводство, тренировка быков, и так далее. И люди выбирали и говорили, я бы хотел себе взять этот курс. Это прекрасное начало, блестящее начало. В этом году сотрудничество с Министерством образования мы начали с фундаментального курса о защите коров и сельском хозяйстве. Этот фундаментальный курс будет проводиться по всем центрам, и мы будем там объяснять о важности этого, почему Шоу Провопада хотел этого, каково будущее наших детей в связи с этим, какие карьерные возможности это предоставляет, какую экономическую модель это может привести, потому что эта экономическая модель включает в себя всех. Поэтому этот курс, фундаментальный курс, который организовал и составил его святейшество Кришна Кшетра с вами, мы также попросили Бану с вами поучаствовать в этом курсе, а Чуто Прея Прабу с Украины тоже является частью этого курса. Я также. И у нас также есть модули. Первым модулем является модуль под названием Менеджер по управлению Гошалой, и этот курс ведет очень известные бизнесмены из Австралии. Дамодар. Он раньше был президентом по Квинатам Эннера. Он помогает нам. И подмолочено Прабу из Сингапура. Они помогают тренировать менеджерские навыки. Вдобавок к этому курсу по управлению Гошалами у нас есть Шимасундра Прабу из Великобритании. У нас есть также люди из Нью-Вражадхамы. Еще шесть человек из разных мест из Великобритании, которые составили список того, чем нужно обладать менеджером, который управляет Гошалами. И тогда этот курс будет готов. Вы знаете, Славасу Прабу из Лос-Анджелеса, он очень серьезный менеджер, я думаю, что вы знаете его. Он подошел ко мне и сказал, Прабу, я готов основать ферму, если вы дадите мне одного менеджера. Если вы дадите мне двух, у меня есть деньги. И он не один такой. В храму, в Софу то же самое происходит. Мы хотим основать ферму, дайте нам менеджера. И мы поняли, что есть очень большая насущная необходимость в том, чтобы были такие менеджеры. И мы над этим сейчас работаем. Второй модуль может называться агролесоводство. У нас здесь сейчас находится Самба Прабу, который является экспертом по эко-постройкам и так далее. Я бы хотел в заключение сказать, что есть большая необходимость генерировать экономику, и такой обучающий курс является необходимостью. Другие слайды будут как раз поддерживать то, что я сказал. Я хотел представить следующего выступающего, который руководит проектом, и он расскажет о том, как занять сельское хозяйство и культуру коров. Как это связать с гурукулой. Я правильно говорю? Харе Кришна! Спасибо Вам большое! Как уже заметила Его милость Калаканта Прабу, существует настоятельная необходимость в образовательных программах. Если мы спланируем это заранее, это будет самое лучшее. Так что мы планируем это начать делать с нашими детьми. Мы можем рассмотреть этот вопрос о перемещении коров и управлении фермой, как пасти коров. Мы иногда можем видеть, как это происходит. Защита коров и сельское хозяйство – это точка, к которой нам нужно вернуться. Это и так всем понятно, и это должно быть реализовано. когда это исследование было проведено и эта задача уже проделана третьей стороной и было выявлено, что в ИСКОН отсутствуют возможности трудоустройства и в ИСКОН недостаточно образовательных альтернатив. И для решения вопроса, который дает Шилаправупада, сельское хозяйство и защита коров. И текст на слайде полностью посвящен этому. И как говорит Шилаправупада, защита коров и сельское хозяйство решит эти проблемы. И также Чанакия Пандит говорит, что настоящие драгоценности это зерно, вода и Субашан счастье. Зерно и вода существуют благодаря сельскому хозяйству и защите коров. Поэтому мы в поиске только этих трех вещей, которые нам на самом деле легко доступны. Поэтому чему мы хотим ответить детям ИСКОН? Чему можем научить и что мы можем рассказать? Прабхупада также сказал, что наше общество еще не полностью сформировалось и что он всегда нас держится сосредоточен на фермерстве. И об этом также говорит шестая из Семи Целей ИСКОН. И это завершается интригующим образом. В конечном итоге мы хотим, чтобы наши дети были счастливы. Поэтому есть счастье, описанное Шилой Прабхупадой, и что наше счастье зависит от счастья животных. Это довольно необычная формула, которую он дал, потому что мы находимся вратве с 8 миллионами 400 тысяч тел, и мы старшие. Поэтому старший брат должен заботиться о младшем. Поэтому мы должны заботиться о наших братьях меньших. То есть кроме нас много живых существ в разных телах на этой земле, о которых нам необходимо позаботиться. и кто на самом деле наши дети? Шилопрабхупада описывает, что это все живые существа. И, конечно, здесь не упоминаются коровы, а описываются мухи, верблюды и другие. И также он говорит нам быть очень милостивы к ним. Также о ягья-чакре Кришна говорит, что наша карма-йога начинается с яги, и благодаря ягьям мы получаем дожди. Так что это также подводит нас к вопросу о коровах. Это все в нашей системе варнашимы, где пища добывается благодаря грехасхи, вайши, через защиту коров и фермерства. Поэтому куда мы не обратимся. Первый момент, если вы понимаете, что рост и развитие нашего искон зависит от внутреннего развития, сводится к защите коров и искельскому хозяйству. Второй момент, к которому я хотел бы обратиться, что формирование защиты о коровах зависит от указанных факторов. Я уже показывал эту цитату Шилы Праупады, но здесь она больше. Человек должен заботиться о животных, особенно о коровах. Рассчитывать на счастье можно только тогда, когда коровы обеспечены всем необходимым. Это значит, что нужны леса и пастбища, где вдоволь травы и воды. Это путь к счастливой жизни. Это значит, что нужны леса и пастбища, где вдоволь травы и воды. Это о перемещении и выпасах коров. Иногда мы можем рассматривать эти вещи как религиозные сентименты, но Шил Праупады утверждают, что это не так. Сейчас есть много современных исследований на эту тему, и в наших книгах есть ответ решения этих проблем. И опустынивание земель происходит из-за утраты культуры фермерства, деревенской культуры, культуры городского высожизни. Все эти культуры исходят из одной культуры сельскохозяйственной. Мы также знаем о глобальном потеплении. Это результат городской индустриальной жизни. опустынивание приводит к глобальному потеплению. Решение садить деревья. Но как мы будем этим заниматься, если земля становится бесплодной? И как ни странно, решение, чтобы удобрить эту землю, это выпуск коров. Видурнити утверждает, что эти шесть людей должны быть отвергнуты. если гопал, пастух, не ведет свою корову в лес, он должен быть отвергнут. Пастух должен заботиться о коровах, поэтому мы отказываемся от культуры заботы о коровах и утилизируемых. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о вриндаване, он приходит к нам как то, где постоянно перемещаются коровы. Враж означает перемещение. Прабупада описывает, как есть нужное образование и ненужное. Только Кришна и Баларам немного подросли, им получили заботиться о телятах, хотя они родились в очень обеспеченной семье, им все равно приходилось ухаживать за телятами. Так в то время воспитывали детей. Здесь ясно говорится, что мальчик должен взять корову и пасти ее и вернуть эту корову вечером. Это является частью образования. Поэтому, как сказал Калаканта Прабу, нам срочно необходимо создание образовательных программ и развитие многих вещей. И мы находимся в самом начале их развития. Поэтому, мы планируем, насколько это возможно, чтобы мы смогли развить все. Поэтому, мать, отец, гуру, они постоянно нас обучают. Роль гуру связать нас с вегьяной и другими вещами. Но роль отца самая большая. Он должен научить нас всем перечисленным здесь вещам. Итак, создавая плановое обучение, мы можем привести все в порядок. Поэтому, необходимо плановое образование. У нас есть скромная попытка, которую мы недавно начали в одном из наших проектов в Ахмедабаде. Там мы пытаемся показать распорядок наших учеников. на слайде видно, чем мы делимся, что мы им передаем. И так же, эти дети пасут коров. Там у нас 200 коров и 25 телят. Маленькие мальчики заботятся о телятах, и потом они приходят на ферму, где работают их родители, и они идут вместе пости. Так что, очень многому они учатся от своих родителей. Это как там растут дети. Итак, кто решает, как будет формироваться ребенок? Только родители. Потому что первые 15 лет находятся под контролем родителей. Как бы вы это ни называли, это их вызов, то обучают. Шиллогурпады отвечают, что Кришна Ачарья-ферм. Баладева держит плуг. Первые 5 лет учителем является мать, потом 10 лет отец, потом всю оставшуюся жизнь гуру. Практический пример всего этого был показан Кришной. И у нас есть все эти вещи. И везде в названиях присутствует приставка ГО. Шиллогурпада хотел изменить мир и сделать это с помощью этих методов, чтобы новый Вриндаван был везде, и мы можем создать их сколько угодно. Господь дарует нам занятость. Прорупада говорит, это место моей мечты, где я смогу все это получить. такова наша презентация и это то, что я хочу вам представить, чтобы мы могли сосредоточиться на защите коров и сельском хозяйстве и особенно на коровах. Большое вам спасибо, Гири Раджа Сахапрабу. Пожалуйста, оставайтесь на сцене. Также, Калакандхапрабу, пожалуйста, присоединитесь к нему. Мы можем принять несколько вопросов в течение нескольких минут. От собравшихся здесь у нас есть вопрос от Матаджи Деваки. Большое вам спасибо за презентацию. Я просто хочу добавить комментарий, потому что я выросла в деревне в Южной Германии и я помню, что каждый житель в деревне что-то производил. На самом деле нет ничего греховного в деревенской жизни, тем более, если люди знают, как что производить. Каждый второй дом был фермерским домом с коровами и землей и каждый второй дом что-то производил. Были плотники и другие ремесла. У меня тоже есть эта реализация, когда я путешествую и проповедую что пока мы не вернемся к этому образу жизни и не научимся что-то производить, то так мы можем и не добраться до деревенской жизни. В наши дни легче наладить какое-то дело, бизнес через интернет, поэтому если люди вернутся на землю и будут изучать деревообработку, как делать алтари, вьесасаны, им будет это легче продать через интернет и все остальные ремесла, какие там могут быть, это то, что я хотела добавить. Я хотел бы поделиться немного, я хотел бы немножко прокомментировать ваши слова. На самом деле, когда я был в России, там я видел одного особенного духовного учителя, и он очень хорошо проповедует об этом, и его ученики создают такие замечательные продукты. Они кушают традиционные сорта хлеба, и все очень прекрасно, нет дефицинта рынка. Поэтому, как только у вас появляется продукт, вся динамика выстраивается, никто не спрашивает пожертвований, и энтузиазм растет, все больше и больше. Я думаю, что это был прекрасный комментарий, мне кажется. Про Надправу хочешь что-то сказать? Андрична Калаканха Прабу, спасибо вам обоим за вашу презентацию. Вы упомянули, что преданный из Враджа Дхаммы. Я недавно пришел сюда, и прошел ваш опрос на тему того, что больше всего нужно преданным с точки зрения образования. И курс, который вы разрабатываете, на чем он основан? Курс на самом деле называется курс на менеджера Гошалы, и он является первым модулем. А ведь сам курс называется курс по сельскому хозяйству и защите коров. И он основан на большой потребности, о которой мы не знаем. На Бхакти-Шастрах вы не найдете вопросов, посвященных о защите коров. Я только что связывался с людьми оттуда, и они сказали, что это хороший момент, чтобы включить эти вопросы туда. Поэтому это очень большой вопрос. Итак, момент настал. Если фермеры задумаются об образовании и естественной жизни, для нас это момент, чтобы дать эти курсы им. А простинг на самом деле был составлен спонтанно. И мы счастливы, что эта идея откликнулась во многих местах. В Гуджарате, в Раджатхаме, в Лондоне, у них есть весь необходимый инвентарь для обучения навыкам школы Бахти, и они это делают. Я хотел сказать, что это очень важно, чтобы мы начали разрабатывать курсы в СКОН, в различных министерствах, которые будут удовлетворять потребности преданной, курсы, а не просто то, что мы считаем, что что-то хорошим курсом и важными курсами. Я уверен, что вы делаете. Да, мы стараемся. Один короткий вопрос, Гирираджа, Сахи, Прабу, вы упомянули вода, зерно и СУБХАШАМ. Что такое СУБХАШАМ? СУБХАШАМ от участников? Любые вопросы. Итак, спасибо. Прабу, Прабу, я принес кое-какие подарки, если кто-то не получил, это руководство со всеми темами, практическими темами, которые мы обсуждали на наших 14 континентальных конференциях. Работа с бамбуком, тренировка быков, удобрение почвы. Так что это хорошее направление для курсов. Если кому-то интересно, я могу оставить это у того, Прабу. Вы можете оставить это там на самом деле. И все преданные могут это взять. И также оставить это у Прабу, чтобы могли почитать. И мы тоже сохраним себе немного. Калаканха, Прабу, спасибо вам большое. Гирираджа, Саха, Прабу, вам тоже большое спасибо, что поделились с нами важной темой. Гирираджа, Саха, Прабу, также является региональным представителем Министерства Образования в Индии. И в настоящее время он помогает нам в Западной Индии. Спасибо вам большое. Гирираджа, Саха, Прабу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...